Наталья Михалап в студии гобеленовой вышивки занимается почти 12 лет. Пришла сюда после выхода на заслуженный отдых, искала занятия для души. Здесь она раскрыла в себе творческую жилку, научилась с помощью ниток и иголки создавать необыкновенные вещи. Любит вышивать пейзажи и цветы. За эти годы она произвела на свет несколько десятков картин. Сегодня Наталья Павловна трудится над работой подсолнухи. Во-первых, мне это было близко, потому что моя работа была связана с цветами. Я работала на красном пищевике, инженером по оформлению. Все печатные продукции были на мне. Поэтому эти цвета и все остальное мне было очень близко. И когда я пришла, мне очень понравилось. Вот так я хожу до сих пор. Руководит студия известная художница Алла Кириллова. В творческой среде города ее знает и ценит не только как профессионала и члена Международного союза дизайнеров, но еще и как талантливого педагога. 15 лет назад она решила создать бобруйские места для творческого общения, которые смогут посещать люди золотого возраста. Так и появилась на свет студия под названием «Надежда». У многих есть какие-то нераскрытые таланты. Вот человек жил, работал, чем-то занимался, а в душе-то он творец художник. И всегда была тяга. А потом человек, допустим, выходит на пенсию, значит, ищет чем заняться. Основу для работ своих учениц Алла Васильевна готовит, как правило, сама. Пишет на холстах эскизы, которые потом наполняются силой цвета. Нитки для вышивки используются любые – от шерсти, дальна и мулине. Все картины получаются уникальными, ведь каждая женщина привносит в работу что-то свое. Это касается как выбора палитры, так и техники исполнения и подбора материалов. По сути, это творчество без границ. Тут нет никаких правил, что называется. Если, допустим, в вышивке крестика, ну вот есть какие-то правила, там все это, или даже гладью, там технология какая-то своя разработанная. Здесь этого нет. Здесь есть рисунок и потом творческая работа по рисунку. За годы существования студии работы мастериц были представлены на многочисленных городских, областных и республиканских выставках и конкурсах. Творчество стало для этих людей не только средством самовыражения, но и помогло поверить в собственные силы. Яркие работы участниц студии искренне, тёплые и светлые. Они полны радости и оптимизма. Людмила Любинцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.